Санкт-Петербург После тысячелетия Крещения Руси в 1988 году, через год, было принято решение организовать в Санкт-Петербургской Духовной Академии семинарии иконописный кружок. Возглавил его первый наш руководитель, архимандрит Феодосий Коротков. Он был в это время духовником Академии. Отец Феодосий был архитектором по специальности, поэтому ему доверили, как наиболее близкому к искусству, возглавлять этот кружок. Он очень хотел уехать в монастырь, поэтому через год своего руководства он уехал в Псково-Печорский монастырь. Дальнейшее руководство и неоценимую роль в организации школы, кружка и иконописного отделения сыграл архимандрит Александр Феодоров. С 1990 года он возглавил этот кружок и, в общем, его заботами был организован и налажен учебный процесс. Изначально это был небольшой кружок, в который, собственно, приходили все желающие, верующие, которые хотели научиться иконописанию. У нас преподавали очень выдающиеся, известные преподаватели того времени, например, Голубев Сергей Иванович, известный реставратор из Русского музея. Он большой энтузиаст своего дела и, конечно, задал очень высокую планку всему процессу обучения. Также преподавали Николай и Наталья Богдановы реставраторы и иконописцы известные. И приходили очень многие известные также профессора и преподаватели Академии, и каждый вносил какую-то свою лепту. Процесс был очень живой, и очень много было желающих, и порой даже не вмещались все на лекции, которые приходили. Это, собственно говоря, начинается, конечно, с первого курса. Сначала поступают люди, которые очень хотят уже научиться именно писать иконы, стать иконописцами. Первый курс они начинают с прорезей, это рисунок линий, и потом знакомятся с этой техникой. Эта техника очень сложная, не похожа ни на масляную, ни на гуашь, ближе может быть к акварели. Но все же, если даже человек когда-то где-то учился, то это другая техника, это совершенно другая техника. Называется она яичная температура, ну вы уже немножко знаете. И иногда лучше, когда студент приходит, вернее абитуриент приходит даже с чистого листа, то есть он нигде никогда не учился, и это бывает лучше. Почему? Потому что переучивать всегда гораздо сложнее. И у нас очень много студентов, которые приходили именно без образования. Верхний ряд – это представлены праздничные иконочки небольшого размера, их клеймами называют. Это клеймы большой иконы, которые студенты выполняли самостоятельно перед тем, как писать большие праздничные иконы. Вот здесь вот они представлены как раз их семестровые работы. Праздничный ряд целиком или часть икон какого-то праздничного ряда изображены, выполняют студенты. Внизу ряд работ, которые студент выполняет на первом курсе. Это горки, палаты. Еще ниже представлена коллекция камней драгоценных или полудрагоценных. Многие из них используются в иконописи в качестве пигмента. Они растираются, перетираются и уже добавляются эмульсию, и уже как краска используется в написании икон. Сверху представлены фотографии иконописи, шедевров иконописи наших музеев. Третьяковки, Русского музея. За год осуществления нашего иконописного отделения в нашу школу закончили очень многие учащиеся. Среди них есть выдающиеся иконописцы, которые сейчас работают, трудятся в нашей церкви. Несомненно, желающий обучаться иконописи лучше, если он имеет какие-то навыки художественные. Но есть у нас и такие случаи, когда человек приходил, в общем, имея какие-то совершенно небольшие навыки рисования и живописи. И благодаря своему желанию он за годы, за эти четыре года, которые у нас сейчас длится процесс обучения в школе, достигал очень высоких результатов. Несомненно, здесь, как я уже и сказал, все зависит от желания и от того, насколько вы готовы себя отдать этому служению иконописанию. Потому что здесь не только у нас есть задачи чисто художественные, которые и мастерство художественное, которыми должен овладеть участие. Но также есть и духовные задачи, которые, несомненно, стоят перед каждым учащимся, поступающим в духовное учреждение. Приглашаем всех желающих обучаться иконописи. Здесь созданы все необходимые условия, они все время улучшаются. Поэтому, если у вас есть желание научиться иконописи, это одно из лучших мест в России, где вы можете именно исполнить свое желание.